МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Брат нашел брата. Мать сына". Это передача поиск людей, потерявших своих родных во время войны. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня 13-е число, и мы продолжаем наши поиски. Многие дети и родители до сих пор еще ищут друг друга и часто находят. Летом весь Звенигород полон птичьим свистом. Там синицы прыгают по садам тенистым. Поэма Звенигород была написана Агнией Барто после посещения здесь детского дома. Казалось бы, обычная история о ребятах, оставшихся после войны без родителей, получила удивительное продолжение. И расскажет нам о ней сценарист, режиссер, издатель Яна Поляруш. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Яна, вот расскажите нам, как это все совместилось, казалось бы, несовместимое, писательница Агния Барто, Звенигород, детские судьбы, семьи. Откуда взялась вообще эта история? Ну, эта история, на самом деле, давняя и незаслуженно забытая. Да. В 1947 году Агния Барто пишет поэму, которую называет «Звенигород». Дело в том, что в послевоенное время она, как писательница, уже известная в то время, посещала ряд подмосковных детских домов, и в том числе была в Звенигородском. В Звенигородском. Ну, здесь, видимо, как вот я читала статьи исследовательские о том, что само название, вот там она дает такой перефраз, звонкий голос детский, да, звенящие голоса, и город Звенигород, птичья ста, и так далее. Ну, цитату можно прочитать. Вот, и, значит, в 40 же, по-моему, в 45-м она пишет, в 47-м выходит книга. В послевоенное время люди себя, все друг друга искали. То есть во время эвакуации, не знаю, там, бомбежки терялись семьи. Одно дело, когда, ну, к сожалению, да, кто-то из родственников погиб, и это понятно. А когда потерялись, надежда, она не дает покоя, ну... До конца дней всю жизнь. Да, да. Вот. И, значит, женщина читает поэму «Звенигород», и там есть строчки, описывающие девочку Нину. А она уже 8 лет на тот момент искала свою дочь Нину, и ей кажется, что это о ее дочери. Она пишет письмо Огни Барто, Огни Львовни, и та подключается, значит, выходит ряд процедур, значит, поисковых и так далее, организует встречу. И да, это оказывается мама с дочерью. Об этом чудесном воссоединении уже, по-моему, в 54-м году журнал «Огонек» пишет статью. Но карагандинские СМИ на этом не угомонились. Они передали информацию в ТАСС, а тогда, да, все, что публикует ТАСС, расходилось по всем газетам страны. И спустя какое-то время почтальоны мешками понесли письма Огни Барто. Это мне рассказывала ее дочь Татьяна Андреевна Щегляева, в которой мы в прошлом году связывались. А эту историю мы, я тоже, честно сказать, узнала совершенно недавно. Конечно, вообще абсолютно неизвестно. Все мы знаем стихи Огни Львовны, да? Да. Вот. Об этой истории, это была прямо вообще страница для меня новая. И нашли мы ее, в прошлом году мы делали создательство с нашим звеньгородским путеводителем по Звенигороду. Да. И искали интересные факты о городе. И находим вот мы эту историю. Вот. И получилось так, что письма стали присылать, потому что все стали просить о помощи Огни Барту. Ну, поскольку получилось один раз, может, получится еще раз. Да, конечно. Вот. И дело в том, что тогда, ну, то есть постоянно люди отправляли запросы, да, в милицию, в Красный Крест, но не было точных данных, и они не брались за это. Агния Львовна придумала искать по детским воспоминаниям. Есть цитата у Достоевского, которая ее в то время вдохновила о том, что ранние детские воспоминания – это как уголок на огромной картине, которая вся, ну, как бы забылась со временем. А вот этот маленький уголочек, он помнится. И в тот момент, когда вот ей приносят эти письма, ее на радиомаяк приглашают взять интервью. И вот, в общем, как-то все сходится одномоментно, и она предлагает, ну, редакторам, да, радиомаяк, говорит, а что, если мы эти письма будем зачитывать в эфире? В эфире, да. Так родилась передача «Найти человека», которую она вела последующие 9 лет. Вся страна 13-го числа каждого месяца, прильнув, да, к радиоприемникам, слушала, вдруг зачитают их письмо. И даже если зачитывали, вот, не мое письмо, да, а, допустим, ваше, и вот, предположим, это о моем городе, да, или районе, где, предположительно, потерялся, да, ребенок, да, или там братья, сестры, все друг друга искали. Все подключались, кто, что бы то ни было, знал, отправляли. Есть воспоминания, Агния Барту пишет, что к ней постоянно приходили пионеры и требовали дать им задание или какое-нибудь поручение, они тоже хотели искать, понимаете? Поучаствовать в этом деле. Да, да, да. Вот, и в итоге за эти 9 лет удалось объединить 927 семей. Ничего себе. Да, и понимаете, и все началось с поэмы. Казалось бы, да, просто ее впечатления, выложенные в строках, в стихах, и вот так эта все цепочка закрутилась, наверное, так должно было быть. Вы знаете, я думала о том, что, наверное, немногие есть поэты или писатели, которые могут с гордостью сказать, что их произведение изменило вот жизнь человека. Здесь, когда объединилась эта семья, да, вот женщина из Караганды, оказалась она первая. Еще было потом 927. Вот только представьте, 927. По-моему, это потрясающе. И все это, знаете, в голове моей сложилось, и родилась идея, что этому нужно сделать памятник. Конечно, тем более наш город настолько непосредственную роль сыграл во всей этой огромной масштабной истории. Да, совершенно верно. Именно поэтому в Звенигороде, потому что поэма «Звенигород», и сама идея памятника – это воссоединение семей, разлученных войной. Вот такой вот контекст. Да, Агния Барто, она поэтесса, детский, понятно, контекст, детской литературы, но и вот этот гражданский ее, по сути, долг. Ведь, ну, она могла, да, могла вовлечься, могла не вовлечься. Конечно. Она посвятила этому 9 лет своей жизни, то есть целиком, полностью. И вот когда она последний раз выходила в прямой эфир, и было понятно, что это последняя передача, она говорила, что с грустью, конечно, что-то очень большое и светлое уходит из ее жизни. Я тогда спросила у Татьяны Андреевны, дочки, а почему закрыли в итоге передачу? Она говорит, потому что писем приходило уже меньше, меньше, уже достаточно, ну, дальний-давний срок. Вот, люди уже и уходили, ну, то есть, в общем, это как бы запрос от людей, он сошел постепенно на моменты. Но, тем не менее, она сделала свое большое дело. Да, вовремя это все сделано, да. И после всей этой истории возникла идея, да, увековечить и создать у нас в городе, на территории нашего округа, памятник, посвященный Огнебарто. Как началась работа дальше над этой, так скажем, этим направлением? Знаете как, я, честно говоря, никогда, ну, не было у меня опыта, да, ставить памятник. Я не знала, это тропа для меня, на которой нет следов. Вот, я единственная, когда идея возникла, это был 12-й час ночи, я, поскольку по путеводителям очень плотно сотрудничаем с Натальей Шмелевой, начальником отдела туризма Одинцовского района, я ей пишу, можно позвонить? Она, ну, звони. Значит, я звоню, да-да-да-да-да, и вот это вот все я рассказываю, рассказываю, я вся на эмоциях впечатляю. Она говорит, ну, ты, конечно, сумасшедшая, но идея замечательная. Хорошая. Да, попробуй. Она мне подсказала, говорит, напиши презентацию, куда все четко сформулируй, да. Так я и сделала, и 17 февраля, в день рождения Огнебарто. То есть, понимаете, как получается, накануне мне эта идея приходит, вот прям ничто не просто так. Да, и, значит, мы на страницах в соцсети издательства и на моей личной, значит, совершенно официально заявляем, что мы выступаем с инициативой и даем вот все обоснование, почему в Звенигороде, почему, что за памятник, какая у него предыстория, ну, собственно, все, что я вам рассказала. Вот, и достаточно, и дальше все начало развиваться с колоссальной скоростью. Уже 1 марта у меня была встреча с главой Одинцовского района. Потому что такая история, она просто не может оставить равнодушной кого-то. Я когда об этом тоже прочитала, я поняла, что это же настолько вообще потрясающе, удивительно даже, что касается и Огнебарто, и вот этого всего дальнейшего развития. И у нас уже есть эскиз. Да, Катя Демидова, художник, мы с ней работали по путеводителю, она замечательно делала, проиллюстрировала путеводитель. Я предложила ей, Катя, давай, вот, да, можно много говорить, но один раз показать эскиз, это будет гораздо выразительнее. Значит, мы обсудили, как это могло бы быть, вот, и Катя сделала, на мой взгляд, замечательно, отличный эскиз. И там родилась, на мой взгляд, потрясающе до муражек идея с руками, с их тенью, что в какой-то момент солнце их соединяет. Да, и у нас скульптура, казалось бы, то, что монументально, да, застывшая, она как бы оживает. Идея была такая, что вокруг Агнии должны собраться те самые детишки из детского дома, который раньше был в Зунигороде. Те самые детишки, которые вдохновили на поэму, и они как бы должны друг друга поддерживать. Кто-то положил ручку на соседа, кто-то на плечо, там, поддерживает. А также у одного мальчика есть мячик, это тоже есть в поэме, упоминается. И самый замыкающий персонаж – это девочка, которая как раз тянется рукой к Агнии, и Агния к ней. У Агнии лежит книга, как раз поэма «Зунигород». И у нас была ключевая идея, чтобы зритель, тот, кто подходит к памятнику, мог взять за руку либо Агнию, либо девочку, как бы соединить этот замкнутый круг, то есть найти ту связующую ниточку как бы с родными, да. Не зря же она описывала воспоминания деток в этой поэме. И так, собственно, с помощью этих воспоминаний и находились родители. Еще одна из идей – это посадить Агнию на лавочку. Также зритель может сесть рядышком, как бы заглянув в книгу, может быть, придя со своей книгой, почитать ее, и что, в общем-то, создает ощущение литературных вечеров, чайных вот этих наших парков. То есть это вообще очень красивая такая писательская атмосфера. Мы сначала накидали объемы, вот я даже не прорисовываю человека, рисую кружочки. Так, чтобы понять, в нужном ли мне месте мы размещаем, можем ли мы вокруг него ходить, взаимодействовать с этим памятником, рассказать эту историю. А потом уже начинаем прорисовку в объеме. Мы искали фотографии детей того времени, чтобы изобразить одежду. У кого-то она порванная после войны, да, одетая, может быть, в старую шинель взрослого человека. Поэтому мы именно искали эти образы, прически, одежду. Яна, и эта история получила продолжение еще и не только в письмах, но и в собрании этих писем. Да, совершенно верно. Агния Львовна написала книгу «Найти человека». На данный момент она только в кинестическом представленном варианте. У меня есть как у издателя «Мечтаю переиздать ее». В общем, работаем в этом направлении. Далее, по-моему, в 70-м году вышел фильм «Ищу человека», где дебютировала Лея Хиджакова. Очень такой трогательный фильм. Он снят по книге. То есть из книги взят сюжеты. И далее на телевидении есть уже давно, по-моему, с 98-го года выходит «Жди меня передача». А это также она, скажем так, родом из вот всего этого большого действия. И по сути, вот так если оглядываться, можно сказать, что Агния Барто тогда вот своей деятельностью, скажем так, положила начало поисковой работе. Которую вовлекались волонтеры, то есть волонтерская работа. И вот то, что сегодня делает Лиза Алерт, когда быстро находят людей, да. То есть здесь немножко другой формат, но тоже вопрос поиска людей. Поэтому вот такой был след. На сегодняшний день, после вот встречи с главой, возникло три идеи. Мы предложили парк. Значит, потом была предложена идея в начале Малинового оврага. Вот сейчас, да, то, что выложена там красивая дорожка. И третья есть по, как вы знаете, да, «Звенигород-гостиный город» был проект. И он вот уже практически осуществлен. И будет еще детская гостиная была запланирована. И есть идея именно там его и поставить. Ну, это, в общем, вопрос такой небыстрый. Но и не хотелось бы затягивать, так сказал глава. Потому что идея, ну, она того стоит. Очень сильный в ней эмоциональный заряд. И хочется не растягивать на годы, а достаточно быстро сделать. Я еще, с вашей стороны, и это в презентации выложила, как перспективу развития, да, то есть можно поставить памятник и на этом не успокоиться. А дальше развивать встречи детских поэтов, писателей, может даже выйти на идею книжного фестиваля детской литературы в Звениграде, понимаете? Я почему-то уверена, да, я почему-то вот стою и думаю, что я уверена, что это все не просто так. Так же, как когда-то Агния Борта побывала у нас здесь, в детском доме, и вот это все так вот. Да, и случилось ли это? И вы так загорелись в свое время этим всем. И мне кажется, что у этой истории обязательно будет не менее масштабное продолжение, да, и, возможно, это и фестивали, и, возможно, опять же, какие-то вот в том направлении поиска людей, возможно, тоже какие-то моменты. И этот памятник обязательно будет, и будет таким большим символом чего-то доброго и хорошего. Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие телезрители, увидимся в следующих передачах про округ, где расскажем много интересного о жителях и нашем округе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова